Окей, ребята, let's repeat all the words again. Знания основ, которые я получаю, посещая свой факультатив по введению в педагогическую профессию. В течение этих двух лет я не раз бывала в университете, встречалась с выпускниками школы и будущими педагогами. Посещала различные конференции, создавала проекты, которые могли мне стать более серьезными и относиться к школе намного серьезнее, чем мои одноклассники. Усяго у профильных педагогичных группах навучается 11 старшеклассников, сиротых и девятиклассница Яна, якая поколь не вызначилась остым, стане Яна наставником громадознавства, те русской мовы. Али то, что працовать будет в школе, выросла твердо. И зараз для яи вельми важно попрактиковаться у будущей профессии, реализовать свои первые творчие и педагогичные идеи. На протяжении всей своей жизни любила общаться с детьми. И в тот момент, когда у меня появилась возможность попасть в педагогическую группу, я с удовольствием согласилась и пошла. И теперь на занятиях педагогической группы мы изучаем именно личность педагога, чем он занимается. И проходим психологические тесты, нам рассказывают, как можно влиять на детей. В 2015 году в нашей школе присвоен статус школы-лаборатории учебно-научно-педагогического кластера непрерывного педагогического образования. В школе также реализуется инновационный проект внедрения модели допрофильной педагогической подготовки на второй ступени общего среднего образования. Учащиеся пятых-девятых классов посещают факультативные занятия педагогической направленности. Они проходят первые педагогические пробы, принимают активное участие в волонтерской деятельности. Кожный будущий педагог оформляет портфолио, где собраны у всех проекты, перемоги и достижения. Дякуючи этому, поступить в профильную ВНУ юнаки и девчата смогут без испытов, просто по сумове. В минулом году на педагогические специальности поступили 90% выпускников профильных педагогических групп Жамчужненской средней школы. И этот показчик – один из лучших в области. Олена Ракусь, Людмила Салзина, Миколай Рудский, телерадиокомпания «Брест».